Поэтому есть плоды, есть хукук, есть плоды и есть обязательства права. То есть у меня есть право на моего брата, у моего брата есть право на меня. То есть подобно тому, как у супруги есть права на мужа, у мужа на свою супругу, у детей на своих родителей и так далее. Также у братьев есть права. Первое. Примирение в случае возникновения разногласий и конфликтов. То есть видишь, например, когда два брата между собой ругаются, спорят и так далее, ты не должен там смотреть, наблюдать и говорить там, как говорят, моя хата с краю, я туда не подхожу, пускай сами разбираются. Нет. Ты должен подойти и примирить их. То есть должен это обязательно. Это права братьев-мусульман. Аллах, Субхану Таля, в Коране об этом говорит. Если ты видишь, что две группы людей или даже два человека между собой сражаются, спорят, дерутся, то примирите их. После этого, Субхану Таля, говорит. Но если одна группа после того, как ты начал их примирять, не согласилась и начала покушаться, продолжать на другую, то заступись за тех, на кого покушаются. Не смотри, этот человек моей национальности, этот мой родственник, это мой сосед. Нет. Будь справедливым. Пророк Мухаммад, Саллаху Алисан, своей дочке, Фатиме, сказал. Сахабам сказал. Если Фатиме, дочь Мухаммада, что-то украдет, я ей сам руку отрублю. То есть имеется в виду, что я не посмотрю, что она моя дочь. За справедливость. То есть, поэтому это приказ Аллаха, Субхану Таля. То есть, если они вернулись, то примирите их. Посредство адля, справедливости. И будьте бесстрастными, будьте справедливыми. Поистине, Аллах любит справедливых людей. Аллах не любит несправедливых. Аллах сам справедливый и любит справедливых, говорит Субхану Тааля. Второе. Не покушаться на честь и оберегать их репутацию. Часто бывает то, что человек покушается на честь другого, его репутацию и так далее. Специально бывает, где-то в каком-то джамаате плохо про него вспоминает. Специально покушается на честь другого. Специально там где-то его хочет опозорить, его имя и так далее. Поэтому Аллах, Субхану Тааля, об этом тоже сказал в Коране. О, люди верующие, обращение к нам с вами. Это не для ущеров, обращение к верующим, обращение почеты. Пусть один народ не насмехается над другим. Бывает такое. Часто, например, один из какой-то нации насмехается над другим. Эй, татарин, с насмешкой. Эй, узбек. Эй, таджик. Эй, таджик. И так далее. То есть не должно быть этого. Пусть один народ не насмехается над другим. Почему? Аллах говорит, вы не знаете, но, может быть, этот народ лучше, чем этот народ. Аллах знает. И пусть женщины не насмехаются над другими женщинами. Может быть, эти женщины лучше, чем эти. Потом Священный, Субхану Тааля, говорит. Не обижайте друг друга. Не давайте друг другу клички, прозвища и так далее. Всевышний Аллах, Субхану Тааля, говорит. Как скверно, как скверно вот это называться нечестивцем после веры. Но кто не попросил Аллаха прощения, не вернется к Аллаху, то этот человек грешник, притеснитель. То есть у человека, если внутри качество есть такое, насмехаться над народами, клички давать и так далее. Аллах сказал, ты нечестивец. Ты нечестивец. Один раз Белялю, рада Аллаху аняху, Абу Зар. У них был конфликт, и Абу Зар, сподвижник, сказал Белялю, я бенесся уда, о, темнокожий, сын темнокожий. И тогда он, пожалуйста, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи саламе, сказал. Ты его застыдил по его маме. Его мама темнокожая, он темнокожий. Говорит, клянусь Аллахом, у тебя еще джахилия осталось, не верь. Тогда он сильно расплакался, тяжело было ему. Во мне есть джахилия. Пришел к Белялю, рада Аллаху аняху, положил свою голову на землю и сказал, я Белялю, тараси. О, Беляль, прыгай на моей голове. Если там осталось что-то из нечестия, неверия, джахилия, пусть это сейчас выйдет. Субханаллах. Поэтому тот, кто, если в этом такие качества были, он должен просить Аллаха вернуться к Аллаху и измениться в лучшую сторону. Следующее, не должен плохо думать, следить за кем-то. Бывают такие люди, шпионят, там, СМСки проверяют, следят и так далее, там, ждут, когда человек спотыкнется где-то. Это не должно быть. Аллах, Субханаллах, в Коране говорит, О, верующие, отдаляйтесь от каких-то ван, какой-то, когда человек, что-то плохие мысли друг о друге. То есть не должно быть какое-то сомнение друг в друге. Не следите, не шпионьте друг за другом. Говорит Аллах, Субханаллах. Следующее, помогать друг другу в благочестии и богобоязненности. Аллах в Коране говорит, Помогайте друг другу на благочестии, на богобоязненности, и не помогайте друг другу на грехе и на вражде. Субханаллах. На благочестии как помогать друг другу? На халяльном, на том, чем радовать Аллах, Субханаллах. Например, нужна поддержка мечети. Все мы должны в этом участвовать, не только один человек, не только два человека. Все, кто ходит в мечеть, должны помогать, участвовать в том, чтобы наша мечеть всегда была, аль-хамдулля, чистой, чтобы, аль-хамдулля, мы сюда приходили, молились и так далее. Это каждому относится, не только к имаму, не только к одному-двум человекам, ко всем, кто входит в Дом Аллаху, Субханаллаху, на нем обязанность помогать Дому Аллаху, Субханаллаху, чтобы у нас так всегда было чисто, красиво. Не только в этой мечети, и в других мечетах, в своих селах и так далее. На какой-то мадрасе где-то строится, еще на благом помогать друг другу, и не помогать на харамном. Потому что пророк Мухаммад сказал, поистине верующие, в сочувствии, милосердии, любви по отношению друг к другу, подобно одному телу. Если часть тела заболит, то все остальное, часть тоже есть. Поднимается зуб, болит, что голова начинает болеть, температура и так далее. Также, верующие мужчины, верующие женщины, они по отношению друг к другу друзья, призывают к одобряевому, побуждают к одобряевому, запрещают, удерживают отприцаемого, выставивают молитвы, выплачивают закат, подчиняются Аллаху и его посланнику. Поистине, по отношению к этим людям, Аллах будет милостив, милосерден. Поистине, Аллах, Субхану, всемогущий, мудрый. Посланник Аллаха, сказал, поистине религия, это и есть наставление друг к другу. И три раза повторил посланник Аллаха, тогда спросили сподвижники, подношение к кому? Посланник Аллаха, на что сказал, подношение к Аллаху, подношение к книге Аллаха, подношение к посланнику Аллаха, подношение к имамам мусульман, предводителям и к простым народам. Также, пятое, желать своему брату тоже, чего желаешь самому себе. Мы все желаем себе, аль-хамду лля, самый лучший. Мы своим братьям тоже должны желать самый лучший. Бывает, у человека хасад, некое такое, знаете, внутри вот у него вот эта вот некая гнилость такая. Вот у меня должно быть хорошо, а у него не должно быть так хорошо. То есть я вот так вот, а у него не должно так быть. Если там, например, взял, хороший, например, скажем, построил дом человек, если его сосед такой же построит, почему он такой же построил, как у меня? Я не хочу, я хочу, чтобы у меня такое было. Почему он не заслуживает? Может, он лучше, чем ты перед Аллахом? Не ты решаешь. Аллах дает ризак, поэтому верующий должен, любить для своего брата то же самое, что любит по отношению к себе. Поэтому пророк Мухаммад, саллаху алейхи саллаху алейхи саллаху, сказал, не уверует один из вас полностью, пока не пожелает своему брату то, что желает самому себе. Сколько у нас осталось времени? Пять минут? Так же посланник Аллаха То есть вот эти вот права По отношению друг к другу Так же посланник Аллаха сказал У мусульманина По отношению к мусульманинам Есть пять прав, пять обязательств Отвечать на салям Если я сказал саляму алейкум Нужно отвечать на салям Навестить больного Если кто-то умер Пойти на похороны Если пригласили тебя На свадьбу халяльную То есть часто задают вопрос Родственники со спиртным, с алкоголем Празднуют, мне можно идти туда? Нет подчинения Махлюку Созданию греховным пересоздателем А как они обидуются тогда И так далее Как удивительно было у Шамиха Зра Он сказал слова Родственники не обидуются, алкоголики обидуются То есть правильно Если он тебя уважает Как бы он бы и хотел бы тебя видеть На этом торжестве Знает То, что это харам То, что ты не пойдешь Он бы сделал это Ради Аллаха Или хотя бы уж Ради чтобы ты пришел Сделал бы это без алкоголя Если человек чихнул Сказать ему Сказать ему И тот человек отвечает Следующее Друг за друга просить дуа Субханаллах, братья Знаете У нас, иншаллах, есть такие братья Мы даже не знаем Но они где-то, может быть, в другом уголку мира За нас дуа просят Субханаллах Это ходит на вазе Великое это Подарок от Аллаха Какое братство великое Ради Аллаха Субханаллах Брат, может быть, не знает Но этот брат Обязательно за него дуа Постоянно просит Как Аллах Субханаллах В Коране говорит Те, кто пришли после них После сахабов И говорят Обращаются к Аллаху И говорят О, Аллах, прости тех Которые приняли ислам до нас Или даже, например, дети За своих родителей За своих дедушек, бабушек Альхамдулля Просит сейчас каждый из нас Прости им Они раньше нас пришли в религию И не сделай в наших сердцах Ненависть по отношению друг к другу По отношению к верующим О, Аллах Субханаллах Поистине Ты милосердный Сострадательный Также Всевышний Аллах Субханаллах Сказал Прости прощения О, Аллаха За свои грехи И за верующих Мусульман Мужчин и женщин То есть Эти люди Друг друга Любят Со времен Адама Аллах Связал их сердца Узами Братства по вере Которые крепче связи Кровного роства Национальности И языка Валлахи Братство ради Аллаха Крепче, чем Та связь Кровного роства Национальности И языка Это Это Ради Аллаха Любовь По отношению К друг другу Также Если у человека Есть какая-то печаль Всегда поддержать его В тяжелый момент Кто человек Если человек Избавит От печали Этого мира Аллах Избавит его От печали Судного дня То, кто Своему должнику Облегчит Вернуть долг Может быть Пишет где-то Может быть Даст осрочку То Аллах Ему облегчит В этой жизни И в Ахирате Кто скроет Что-то Непристойное Своего брата Не будет Об этом Что-то рассказывать То Аллах Его судный день Та же его грехи скроет И Аллах Будет помогать Своему рабу До тех пор Пока Раб Аллаха Будет помогать Своему брату Поэтому Мусульманин Которого Постигла беда Имеет право На то Чтобы остальные Мусульмане Не бросили его В трудную ситуацию В трудную минуту Они должны Оказать ему Посильную помощь Помочь ему Преодолеть трудности На то Мы и братья Уважаем братья Вот даже Возвращая Вчерашний вопрос Не нужно Человека Последнее забирать Выгонять его Из квартиры Дай возможность Ему заработать И вернуть тебя Иншаллах Поэтому Вот это В этом есть Братья Подобно одному строению Друг другу Должны Как кирпичик за кирпичиком Поэтому Судный день Уважаем братья Настолько ужасен будет Что когда он настанет Каждый будет думать Только о себе И уже не сможет Никому помочь Человек будет убегать От своего брата От мамы Своего ребенка Забудет И так далее Печали мира этого Которую мы должны Облегчать своим братьям Относится также Долг Который человек Не в состоянии Уплотить Долг Долг Это вообще Унижение днем Ученые говорят Долг Это унижение днем И тревожные мысли ночью Поэтому если есть возможность Мы должны Облегчать своим братьям В этих ситуациях Поэтому как Аллах Субхану и Таиле сказал Если должник Находится в трудном положении То дайте ему Острочку Пока его положение Не улучшится А простить Аллах Субхану и Таиле говорит А если простить То это еще лучше И заключая Это некое наставление Как сказал Пророк Мухаммад Салаллаху алейсалям Если у человека Есть затруднительное положение Тяжело ему отдать долг Например Сегодня должен отдать Скажем Миллион рублей Но ты ему дала срочку На завтра И так далее Сроки прошли То за каждый день Острочки Ты как будто делаешь Пророк Салаллаху алейсалям Садака В таком размере В размере твоего долга То есть Сегодня Например Настало такое число Возвращать долга Ты видишь То есть Он не обманывает Он не лукавит Тяжело Дай мне срочку Дай мне два дня Дай мне три дня За каждый день Острочки Как будто ты делаешь Садака В таком размере Который ты ему дал И в судный день Мы будем верующие Друг друга Ради Аллаха В тот день Когда ужасный день Друг от друга будут убегать То верующие Будут друг за друга Заступаться Просим Аллаха Субханата Аля Чтобы мы были Именно братья С большой буквы Которая заслуживает Называться братья И чтобы вокруг нас Были такие же братья Биизнеллахи Субханата Аля